Государственное учреждение Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии был создан на базе 9-й городской клинической больницы города Минска в 2018 году в соответствии с вашим распоряжением для развития и совершенствования высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи и лечения пациентов Республики Беларусь ближнего и дальнего зарубежного. Он был создан лишь только благодаря тому, что вы это умели делать. Мы же помним встречали. Если бы вы это не умели делать, мы бы этот центр не создавали. Жанн Александр Григорьевич, и на сегодняшний день для нашей страны это уникальный научный центр. Почему он является уникальным? Уникальность его состоит, что это единственный в Беларуси многопрофильный научно-медицинский центр, в котором наряду с высокими технологиями, это операциями при онкологии, по трансплантации органов развиваются абсолютно все направления современной медицины. Это и гематология, онкогематология, трансплантация костного мозга и клеток. Кроме того, все эти технологии, они инсталлированы в обычные, так скажем, человеческие медицинские профили, терапия, неврология, ну и ввиду пандемии COVID нам пришлось и стать немножко инфекционистами. Вторым особенностем этого многопрофильного центра является то, что мы проводим научные исследования абсолютно по всем направлениям современной медицины, исходя из тех наработок, которых мы вам неоднократно докладывали, которые связаны, конечно, с трансплантологией. Именно поэтому 188 новых методов лечения и диагностики мы разработали и внедрили в практику. Мы готовим кадры высшей научной квалификации и в аспирантуре, и в докторантуре, и имеем совет по защите диссертации, в котором и наши, и специалисты со всей страны получают степени кандидатов и докторов наук по хирургии, трансплантологии и гематологии. И вот это не осталось незамеченным. Итогом 2020 года мы стали лучшей научной медицинской организацией Республики Беларусь. Естественно, вот то, что тогда было сделано, соединение науки и практики и многопрофильность этих направлений позволило нам существенным образом завивать авторитет в мире и на постсоветском пространстве. Свидетельством тому являются первые операции по трансплантации печени взрослым и детям в Казахстане, первая трансплантация печени в Армении, первая трансплантация почки в Грузии, которая выполнена нашей командой. А также то обстоятельство, что огромное количество пациентов из различных уголков мира, не только из постсоветского пространства, даже из таких высокотехнологичных стран, как, скажем, Израиль или Япония, приезжают к нам на лечение. Количество пациентов из года в год растет, и в прошлом году количество этих пациентов приблизилось к двум тысячам, которые приезжали к нам Вот это главный ваш показатель вашей успешности. Если к вам поехали люди из таких развитых в медицинском отношении стран, как Израиль и другие страны, значит, вас признали, значит, вы хлеб израиль едите. Спасибо большое, Владимир Александрович Григорьевич. И более того, благодаря вот именно этому мы существенным образом увеличиваем объем внебюджетной деятельности, в общем объеме финансирования нашего центра. И в прошлом году это 30 миллионов рублей для медицины, это немалые деньги. И самое главное, основную массу этих денег мы инвестируем в наших сотрудников и в нашу клинику. Вы видите, прошлый год более 17 миллионов рублей пошли на повышение заработной платы наших сотрудников, а также на приобретение медицинского оборудования для нужд центра, ну и приведение в порядок всего того хозяйства огромного, которое здесь у нас имеется и существует 45 лет. На сегодняшний день это самая высокая в стране зарплата. Средняя зарплата среди врачей составляет 4 тысячи рублей, это при том, что небольшая часть только наших подразделений, она задействована в ковид, вы видели там 1% всего лишь. Основная масса это высокотехнологичная медицина и зарплата медсестер 2,5 тысячи рублей. И причем нам удается эту зарплату из года в год увеличивать, а скажем, уникальные специалисты, врачи хирургического профиля, анестезиологи даже в долларовом выражении зарабатывают примерно 1800 долларов, а уникальные специалисты до 4-5 тысяч долларов ежемесячно. Правда, конечно, и спрос, и цена на этих специалистов в мире, она колоссальная. И тут такой вопрос, они все хотят жить и работать в этой стране, и патриоты, но мы тоже стараемся их каким-то образом стимулировать. И если мы будем смотреть по количеству операций на миллион населения, мы делаем их больше, чем в Германии, мы делаем их больше, чем в Польше, мы делаем их больше стран Балтии, мы в три раза их больше делаем, чем наши коллеги из Российской Федерации, в 8 раз, а если по прошлому, даже в 10 раз больше, скажем, чем казахстанцы. И главное, это не это количество, а главное то, что эти операции дают шанс на нормальную жизнь огромному количеству людей. Кроме того, на нас возложена задача по координации и развитию хирургической службы в Республике Беларусь. Я вам докладывал в прошлом году концепцию развития, согласно которой мы создадим межрайонные центры, которые позволят нам сконцентрировать и кадры, и высокотехнологичное оборудование для того, чтобы те инвестиции, которые пойдут в медицину, они, в общем-то, отдавали отдачу. А они будут отдавать отдачу только тогда, когда будут люди, которые будут это оборудование эффективно эксплуатировать. Почти 30 лет назад впервые на базе этой клиники была выполнена операция по трансплантации костного мозга, и с тех пор мы развиваем и совершенствуем это направление. Так получилось, что в определенный период времени это достаточно высокотехнологичное медицинское направление, ему стало тесно в тех рамках, которые оно было у нас в центре, и по вашему распоряжению мы тоже реализуем уникальный проект. За кредитные деньги возводим этот корпус, и в мае следующего года пригласим вас обязательно, если у вас будет возможность, приехать на его открытие. И взяли на себя обязательства проценты по этому кредиту оплачивать самим, для государственного учреждения медицинского, как бы для Беларуси это вообще уникальная история. И мы планируем так, чтобы в нем, кроме хороших красивых стен, было и современное оборудование. И вот это совместно с Минздравом приобретен уже уникальный радиотерапевтический комплекс, который помогает онкогематологическим пациентам, который помогает и взрослым, и детям, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, им надо проводить облучение всего тела перед этой процедурой. Раньше это делалось, конечно, на старых машинах, а сейчас в мире есть такие машины, которые делают это с минимальной лучевой нагрузкой для маленьких пациентов. В целом, уважаемый Александр Григорьевич, мы планируем и дальше развивать здесь все направления, которые на нас возложены согласно устава нашего учреждения. Это высокотехнологичная медицинская помощь. Мы планируем совершенствовать научные исследования, мы планируем развивать амбулаторную медицинскую помощь с одной лишь целью, улучшить качество оказания помощи жителям Республики Беларусь. Ну, а если на этом еще получится заработать, то и, конечно, это будет помощь и для страны, и для нашего учреждения, и, я думаю, для всей системы оказания медицинской помощи. Ну, мы так стеснительно, и ты тоже, Олег, говоришь, что вот заработать. Слушай, во всем мире зарабатывают на этом. Ну, мы, конечно, люди такие добродушные, славяне, нам вроде неудобно на здоровье зарабатывать. Но вопрос даже не в заработках, а чтобы эти деньги наши люди не вывозили в Германию еще куда-то. Поэтому здесь надо делать эти операции, вмешательства и прочие высокотехнологичные вещи. В этом смысл моей поддержки и государственной в целом. И второе, что от тебя мне вот нужно лично, чтобы в каждой области, ну, и в тех межрайонных центрах, о которых вот ты говорил, разные будут там операции по высокотехнологичные, более низкотехнологичные, если можно так сказать, выше, ниже, но чтобы там мы научили людей работать. Ну, и чтобы те люди, которые ходят под Богом, чтобы они не жадничали и обучали молодежь. Чтобы у нас больше и больше было таких. Я всегда говорю и повторяю, что вот те люди, которые придут за нами, не должны быть обязательно лучше нас. Иначе мы зря свыклипим. Прогресса не будем. Иначе мы зря свыклипим. Вот это новое отделение реанимации. Самое современное здесь отделение. То есть после операции ты всех принимаешь здесь, да? После операции, но вообще в критическом состоянии пациента. И до операции, и после? И до, если надо. Если надо. Если надо. Здесь использована планировка закрытого типа, когда все пациенты разобщены. Потому что основная проблема у нас сейчас инфекция. Второе, что здесь хорошее оборудование. Самое современное. Отделение оснащено действительно по всем мирным стандартам. Могут быть на базе отделения спротезированы практически все жизненно важные функции. Для того, чтобы помочь человеку пережить этот вот этап, да. Таких высокотехнологичных, но в то же время травматичных вмешательств. Здесь у тебя после операции или после? Да, данный пациент. Вот вчера ему было произведено аортокоронарное шантирование в условиях работающего сердца. В целом, сегодня он чувствует себя уже неплохо. Здесь резекция левосторонней печени. Пациентки по поводу онкологического заболевания. Сколько, ты думаешь, они у тебя здесь будут? Эти пациенты сегодня-завтра переведутся. В палату, да? Да. Добрый день. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Ничего. Ничего? Да, уже все-таки в этой операции. Тут большая хирургия, которая пришла к нам из трансплантации. Такие операции делаются только пока в нашем центре. Но мы не хотим их расширять, потому что это 20-30 операций, и лучше их концентрировать здесь. Правильно, зачем разбрасываться? Если бы 300 читали, то это другой вопрос. Поэтому мы берем их сюда на лечение. У нас есть опыт. У нас есть и не только хирургический опыт, но и анестезиолога реанимационный. Ну вы себя нормально чувствуете, да? Ну, на сегодня что-то и нормально. Так на завтра уже, говорит, доктор вас будет переводить в общую палату. Ну да, уже должны переводить. Ну, глаза у вас хорошие. Там уже давно скоро. Значит, жить будете. Это еще технологии обезболивания современные спорят. Знаем. Успехов вам. Не болейте больше. Будьте стараться. Это все одно отделение на 12 коек. То, что вы вам показали, это все имеют такие условия. Абсолютно все пациенты, которые здесь находятся. Вот, скажем, тоже пациент, он перенес онкологическую резерпцию по желудочной железы. Не все было в начале гладко. Он у нас неделю здесь находится, да? Но сейчас, слава богу, все стабилизировалось. И я уверен, что он поправится и день-два. Здравствуйте. Владимир Евгеньевич. Здравствуйте. Ну, живой, нормальный. Глава государства. Живой, нормальный, хорошо. Даже глава государства. Даже глава государства. Если бы я тебя раньше увидел, тебе бы и не надо было никакой операции. Спасибо. Выздоравливай. Ну, успех вы сидите. Спасибо большое. Ну как? Очень здорово. Выздоравливаешь? Все, завтра пойдет. Пойдет, пойдет. У меня рука легкая. Пойдет, пойдет. Как я всегда, своим голову держи в руках и не расстраивайся никогда. Будешь расстраиваться, это все. Ты усложняешь ему работу. Вы спрашивали про команду. Вот, заместитель по хирургии в центре сейчас тоже при первой операции участвовал. Он сейчас ведет хирургическое направление в центре. Вот он. Он ее спаситель. Она как... Она... О нем только так успеха. А ты их... Это я твой спаситель. Если бы я их тогда не задержал и тут не создал храм, они бы разбежались уже давно. Это точно. Ну, это он, конечно, вынувает. Это молодец он. Пообещал, говорит, я сделаю. Ну, и вот, молодец. Спасибо большое. Плакать должна только от радости. Я тебе этого желаю. Спасибо. Детки есть? Конечно. Двое? Одна дочь. Безобразие. Не выполнила глава государства. Ну, хотя бы еще настройся на одного. Постараюсь. Хорошо, Александр. Успех. Спасибо. Мы находимся в гибридной операционной. Эта операционная совмещает функции и возможности компьютерной томографии и ангиографического кабинета. Это конкретно сейчас идет операция. У нас с вами пациент со злокачественной опухолью печени, которая труднодоступна. Вы что хотите здесь? Метод лечения называется термоаблация. С помощью специальной иголки, это современная технология, нужно попасть в опухоль, но очень трудно навести. Для навигации используется УЗИ-аппарат. Работает профессор Алексей Михайлович Федоруки, заведующий отделением Козак Олег Николаевич. УЗИ-метода недостаточно. Компьютерно-томографическое наведение и ангиографическое. И вот они практически попали в опухоль. Сейчас вот следующий этап, это контроль томографии, что иголка находится в опухоле. После чего будет применена температура, высокая температура, опухоль некротизируется. Это современный уровень лечения опухолей небольшого размера. Почти всегда в такой стадии происходит излечение. В печени? Это в печени. Процентов 90 происходит излечение. И вот этот метод идеален, потому что если бы мне пришлось, допустим, реаликцию удалять, это надо было разворотить. Это понятно. Убрать человеку все и убрать ее с большей половины печени, потому что сосуды так устроены. А результат был бы один и тот же. А так этот пациент, условно говоря, даже в реанимацию не пойдет. Он пойдет в отделение, а в понедельник он уже выпишется домой. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, это тоже, в общем, наше совместное достижение. Это все пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию. И, честно говоря, многим из них было очень тяжело. Вот японский наш пациент, он родом из Японии. Вот, и, наверное, первый раз видит президента на Беларуси так точно. Он с переводчиком. Императора в Японии не увидит, конечно, никогда, потому что он у них бог. Но у нас это попроще. Да, он, это вот проект про Японию. Человек приехал сюда за 7,5 тысяч километров. Но он не только трансплантацию печени перенес, он еще и коронавирусом здесь переводится. И вот сейчас он поправляется. Это его супруга, это его близкие, это наш переводчик. Ну, вот Сергей у нас, примерно, да, 31 год. Забрали мы его с другой больницы. Уже в терминальном состоянии, уже легкие не работали. Подключили аппарат специальный, у нас есть СИКМО. Привезли сюда. Он на аппарате был 2 недели. Без сознания больше месяца, 34 дня. Не работали почкой в ее больше месяца. И обнаружили в ее кровь, взяли множественную в мозг. Последствия ковиды. Ну, полностью восстановился. Ну, вообще его с дому взяли. У нас вот на расследование приехало. Так, вернулся к работе. Молодцы, повезло тебе, можно сказать. Вот Настя приехала к нам, с Борисова. Ее во время беременности, уже последние недели, ковид случился. Та же самая ситуация. Вот, ребенка родили, а мы ее тоже забрали сюда, подключили. Каппарат, 2 недели. Потом восстанавливалась полтора месяца. Сейчас домой ушла, все нормально. А, я даже ее не узнал. Да, это вот эта Дельта. А ребенок? Все хорошо. Нормально? Да, растет. Юля следующая тоже под Дельту попала. Та же самая похожая история. Она еще у нас лечится. 4 месяца, 5 месяцев прошло. Очень тяжелая ситуация. Ее там иммунитет полностью, к сожалению, был отключен. Белокровенный телец. У меня было 3 недели. Ну, сейчас? Ну, сейчас, по-чегорку восстанавливаться. Вот он, видите, ну, постепенно, постепенно он остановлен. Вот такая письма. Это наш золотой фонд. Видишь, на тебе еще учатся, как лечить других. Ну, извини, а куда деваться? Надо, чтобы потом люди жили и после тебя. Ну, так здоровья вам. Не болейте больше. И Япония тоже пусть не болеет. Спасибо большое. Япония, у нас уже шестой. Шестой. Успехов. Так, Григорьевич, здесь у него все пациенты, ковидные. А сколько сейчас? Сейчас 9 пациентов. Вообще работаем на 12 поем, если это коронавирус. Ставьте на 15, когда мы работаем с трансплантационными пациентами. Сколько он у вас тут? 17 числа в клинике-то выполнена была трансплантация почки около года назад. На сейчас 80% повреждения легких от ковидной пневмонии. А динамика? Динамика пока благоположительная, от момента преступления времени. Ну, отлично. А в чем выздоравливаем? А здесь баг. Коль сюда вот пришли мы, значит, ты уже все выздоровеешь. Уже надеюсь. Нет, ты главное, чтобы сам верил, что выздоровеешь. Нет, верить надо. Не будешь верить, не выздоровеешь. Это я тебе точно говорю. Упало тоже под 90% повреждения легких. Уже верифицированный ковид. К сожалению, пациентка все-таки не прививалась. Но на сегодняшний день, благо, удалось ее экстубировать. Она в сознании бежит самостоятельно. Но опять-таки, последствия интенсивной терапии. Она будет на длительном реабилитационном этапе. То есть тоже это еще на друга. Не будем мешать людям так, чтобы выздоровеешь. Девчонки, привет. Спасибо.